Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас по какой-то причине еще не подписались, рекомендуем это сделать, поскольку на нашем канале вы можете найти большое количество интересного, а главное полезного материала касаемо выбора и приобретения поддержанного автомобиля, в том числе и обзоры на машины. Не только в формате тест-драйвов, но и в формате обзоров технических, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Герой нашего сегодняшнего обзора это кроссовер, который, будучи новым, продавался в нашей стране достаточно неплохими тиражами. И основным козырем у этого автомобиля, когда его покупали в салоне официального дилера, была цена за относительно небольшие деньги, можно было получить довольно-таки нормальных размеров паркетник. По своему происхождению наш сегодняшний герой также необычен, ведь в основной массе мы говорим в наших обзорах про японские, немецкие и реже французские автомобили. Из нашего сегодняшнего обзора вы вкратце узнаете о том, что следует иметь в виду, если вы прицелились на покупку подобного автомобиля в поддержанном виде. Встречайте, Cherry Tiggo T11. Внешне напоминающий Toyota RAV4 второго поколения Cherry Tiggo в кузове T11 появился в далеком 2005 году. Конвейерная жизнь этого автомобиля была очень продолжительной. Автомобиль выпускался целых 11 лет. Последние экземпляры скатились со сборочных линий в 2016. При этом на рубеже 2012-2013 годов автомобиль подвергли рестайлингу, обновив не только внешность и салон, но также и основательно переработав линейку агрегатов, которых на самом деле под капотом Cherry Tiggo было достаточно много, и все они были бензиновыми. Младший двигатель в линейке агрегатов до рестайлинговых Tiggo это 1,6 на 119 лошадиных сил. Такие машины могли быть только на переднем приводе и только на механической коробке передач. Следующим по объему на этих автомобилях был двухлитровый агрегат от Mitsubishi 4G63, правда собираемый на предприятиях в Китае. Этот двигатель выдавал 125 лошадиных сил, и он как раз таки агрегатировался с гидромеханической автоматической коробкой передач. Также были двигатели объемом 2,4 литра, 4G64, также по лицензии Mitsubishi, собираемый на китайских предприятиях. А позже, ближе к рестайлингу, появилась также и версия с мотором 1,8 литра на 132 лошадиные силы, которая шла только на механике, но при этом могла иметь как передний, так и полный привод. На рестайлинговых автомобилях линейка агрегатов подужалась, здесь уже не было объема 2,4 литра, 2-литровый агрегат от Mitsubishi заменили на китайскую разработку, мощностью 136 лошадиных сил остался мотор 1,8 на 132 лошадиные силы и младшим в линейке стал двигатель 1,6 литра на 126 лошадок. При этом из перечня агрегатов трансмиссии исчез гидромеханический автомат, и его место теперь заняла роботизированная трансмиссия. Что касается сборочных площадок, их у Chery Tiggo этой генерации также было множество. Автомобиль собирался не только в Китае, но также и в Индонезии, Уругвайе и конечно же в России, причем на нескольких сборочных предприятиях в зависимости от года выпуска автомобиля. Наш сегодняшний экземпляр это рестайлинг 2015 года, мотор 1,8 на 132 лошадиные силы, механическая 5-ступенчатая коробка передач и передний привод. Что касается толщины окраса, то здесь все стандартно. Большинство Tiggo T11 будут иметь окрас в диапазоне от 90 до 140 микрон. Качество окраса также очень и очень бюджетная. Сколы и царапины эти автомобили ловят и делают это достаточно успешно, особенно у тех, кто часто ездит на них по трассам. При этом нужно иметь в виду, что в отличие от автомобилей концерна Volkswagen Automotive Group, эти машины не имеют с завода никакой оцинковки, да и антикоррозийной защиты на них также не было. Поэтому у тех автолюбителей, кто заранее озаботился антикоррозийной защитой своего автомобиля, данные машины еще имеют шансы сохраниться к преклонному возрасту в хорошем состоянии по кузову. На большинстве же прочих экземпляров вы сможете наблюдать возрастные изменения в том, что касается ржавчины. Соответственно, при осмотре подобного автомобиля кузов это основное, чему стоит уделять внимание. Обязательно осматривайте автомобиль на подъемнике. Посмотрите, в каком состоянии находятся не только внешние кузовные панели, то есть двери, крылья, пороги и так далее. Не поленитесь также осмотреть и подкапотное пространство, брызговики, моторный щит и так далее. Ну а если вам повезло и вы нашли сохранный экземпляр, не лишний будет сразу же после покупки озаботиться сохранностью машины, подвергнув кузов дополнительной антикоррозийной обработке. Что касается салона и бортового электрооборудования, на самом деле у весьма незатейливого автомобиля по части бортовой электроники все обстоит очень и даже неплохо. Каких-либо явных и системных проблем с электрооборудованием на борту Cherry Tiggo не имеет. Исключением из этого правила можно считать разве что вентилятор отопителя, который имеет свойство после пробега в 60-80 тысяч километров начинать издавать достаточно громкий звук при работе, что лечится добавлением смазки на втулке оси вращения крыльчатки. Ну а в запущенном случае, конечно, придется этот самый мотор отопителя поменять. Также изначально не отличалось особым долгожительством и штатная аудиосистема. Однако большинство владельцев, скорее всего, на таких автомобилях уже давно заменили штатный магнитофон на что-то более практичное. Разумеется, при осмотре подобного автомобиля стоит проверить, чтобы все, что есть на борту, функционировало исправно. А проверять здесь придется не так уж и много чего. Электрические стеклоподъемники, подогрев заднего стекла, да подогревы сидений. Вот, пожалуй, исчерпывающий список. Ну а теперь поговорим вкратце про агрегаты под капотом Cherry Tiggo. На большинстве рестайлинговых автомобилей на вторичном рынке вы, скорее всего, обнаружите силовую установку объемом 1,8 литра на 132 лошадиные силы, как в нашем случае. Этот двигатель носит индекс SQR481FC и представляет собой уже чисто китайскую разработку. По конфигурации это рядная четверка, блок цилиндров чугунный. Здесь два верхних распредвала, ременный привод ГРМ и электронная дроссельная заслонка. Фрыск топлива здесь самый обычный распределенный. Вообще по конструктиву этот мотор весьма и весьма несложен. Что касается каких-либо проблем и слабых мест по этому мотору, с которыми сталкивались владельцы подобных автомобилей, то следует отметить, например, подклинивающий термостат, особенно у тех, кто использовал антифриз, скажем так, низкого качества. Второй момент связан с достаточно невысокой продолжительностью жизни опор двигателя. В данном случае многие владельцы подобных машин меняли их на пробеге где-то около 80 тысяч километров. Также были случаи, когда подводил, например, датчик температуры охлаждающей жидкости или ДМРВ, что, соответственно, сказывалось негативным образом на работе агрегата в целом. Но вот по самой поршневой группе к данному агрегату никаких претензий нет вообще. И если вы купите подобную машину в нормальном состоянии и будете изредка двигатель обслуживать, то есть менять в нем масло хотя бы раз 8-10 тысяч километров пробега, не лить сюда обо что и следить, например, за исправностью свечей зажигания, не перегревать данный агрегат, то в ваших руках он способен будет пройти порядка 300-350 тысяч километров. Потенциальная возможность замены, например, тех же самых бронепроводов системы зажигания, катушка здесь одна и на каждую свечу идет индивидуальный провод, по большому счету, конечно, к систематическим неисправностям не относятся, да и вообще, по сути, это регулярное ТО. Кстати говоря, на данном двигателе компания Cherry применила гидрокомпенсаторы, поэтому необходимости выставлять зазоры клапанов у владельца подобного автомобиля не будет. Если же вы смотрите до рестайлинговой автомобиля до 2012 года выпуска с большой долей вероятности под капотом Cherry Tigre вы столкнетесь с лицензионным агрегатом компанией Mitsubishi 4G63 или 4G64 объемом 2 и 2,4 литра соответственно. В своих самых простых дефорсированных версиях, рассчитанных на экологический класс Евро-1. Максимальный 2,4 мотор в данном случае будет выдавать 129 лошадиных сил. По конструктиву 4G63 и 4G64 практически однотипно. Это чугунные рядные четверки, очень простые, без фазовращателей, с гидрокомпенсаторами и также ременным приводом газораспределительного механизма. Данные двигатели в плане надежности тоже весьма неплохи и способны отработать 300-350 тысяч километров по минимуму. Но следует иметь в виду, что у этих моторов интервал замены ремня ГРМ это порядка 50 тысяч километров. И вместе с основным ремнем ГРМ вам придется также менять еще и маленький ремешок балансирных валов, который в процессе работы естественно тоже изнашивается и последствия обрыва которого могут в целом уже привести к ремонту агрегата. Поскольку если обрывки порвавшегося балансирного ремня попадут под основной ГРМ, его также запросто может оборвать. Лицензионные двигатели Mitsubishi достаточно требовательны к качеству горюче-смазочных материалов, которые вы будете использовать. Ну а по части каких-то характерных проблем при эксплуатации можно отметить разве что навесное оборудование. Например, достаточно небольшой ресурс подшипников генератора, который в некоторых случаях не превышал 60-70 тысяч километров пробега. При осмотре автомобиля с агрегатами Mitsubishi также обратите внимание на то, чтобы не было утечек антифриза. Чаще всего подобное происходит по нижнему патрубку радиатора. Несмотря на изготовленный из чугуна блок цилиндров, кипятить эти моторы не рекомендуется хотя бы по причине возможности залегания колец после подобного. Ну а что касается бензина, то в этих моторах вы запросто можете использовать самый обычный 92-й. Также тем, кто планирует купить и эксплуатировать подобный автомобиль, следует помнить об одной особенности топливной системы. Сетка-фильтр топливного насоса в данном случае имеет очень небольшое сечение и легко забивается грязью из бака. В этом случае вы можете начать испытывать проблемы как с запуском автомобиля в особо запущенных случаях, так и чувствовать нехватку топлива при обычной езде. По задумке производителя в этом случае вам придется менять топливный насос в сборе. Но некоторые не делают этого, а просто удаляют дополнительный фильтр из системы. Если у вас переднеприводный черри, то этим дело и ограничится. Но если речь идет про полноприводный автомобиль, который имеет уже другую конфигурацию топливного бака ввиду наличия кардана, бак на выдовых черри Тига состоит как бы из двух половин, которые снабжены системой перекачки. Так вот в этой перекачке также используется сетка, которая тоже может забиться, что естественно сократит ваш запас хода на баке практически вдвое. Так что если по какой-то причине ваш черри Тига вдруг резко потерял в динамике, смотрите в сторону топливной системы. Что касается коробок передач, то черри Тига мог комплектоваться в основной своей массе одним из трех вариантов трансмиссии, причем не со всеми двигателями. Большая часть автомобиля оснащена механической коробкой. Эта механическая коробка имеет пять передач и индекс QR 523. Что можно сказать про данную механику? Но на самом деле есть определенные вопросы к ресурсу отдельных ее компонентов, например тех же самых синхронизаторов. Поэтому при покупке подобного автомобиля в состоянии БУ, особенно с большим пробегом, обязательно проверяйте на тест-драйве, чтобы все передачи включались четко. В случае, если вы приобретете машину с убитыми синхронизаторами, вполне возможно придется вспоминать, как говорится, некоторые дедовские навыки, такие как перегазовка и двойной выжим, что на легковом автомобиле ни к чему. При этом ресурс компонентов сцепления, корзина диск в целом-то вполне нормальный, от 80 до 100 тысяч километров, в зависимости от режима эксплуатации. Единственный вопрос на дорестайлинговых автомобилях особенно касался механизма выбора передач, а именно неудачно проброшенных тросов от рычага до самой КПП. При проектировании автомобиля конструкторы почему-то решили пробросить их в опасной близости от выпускного тракта, соответственно от постоянного нагрева, корпус, внутри которого ходит трос, имел свойство плавиться, что приводило в конце концов к затрудненному включению передач, ввиду утраты подвижности самим механизмом. На рестайлинговых черетига такой проблемы уже не было. Что касается автоматических коробок, на дорестайлинговых черетига стояли гидромеханические обычные автоматы, причем автоматы эти были французские. В девичестве автомат с черетига носил индекс DP0 или AL4 и очень хорошо знаком очень многим владельцам Citroen и Peugeot. Данная четырехступенчатая автоматическая трансмиссия имеет ряд особенностей, в частности эти автоматы не очень хорошо переносят езду, особенно на больших оборотах на непрогретую и критично относятся к уровню масла. У некоторых владельцев подобных трансмиссий к пробегу 80-90 тысяч километров наблюдались толчки, связанные с нарушением работы гидроблока. Особенно это касалось тех из них, кто достаточно агрессивно ездил и при этом не менял вовремя рабочую жидкость, поскольку рабочую жидкость в данных коробках следует менять почаще, чем мы привыкли это делать, например, в японских АКПП. Интервал замены порядка 40-45 тысяч километров пробега. При осмотре черетига с автоматом обязателен тест-драйв, который желательно начать на холодную, чтобы убедиться в том, что трансмиссия не дергает, не пинает и не тянет передачи. Хотя конструктив данной автоматической коробки очень хорошо известен и недостатка в запасных частях в случае чего нет. Ну и последний тип трансмиссии с двумя педалями на этих автомобилях это обычный однодисковый робот, сделанный на базе все той же пятиступенчатой механики китайского производства. И в случае, если вы смотрите рестайлинговый автомобиль, это будет единственная альтернатива классической МКПП. Однако останавливать свой выбор на подобном варианте мы бы не рекомендовали хотя бы в силу определенных эксплуатационных особенностей однодисковой роботизированной коробке, к которым придется привыкать. Что касается ходовой части, то здесь Cherry T11 на самом деле копирует RAV4 второго поколения и практически все в этой подвеске вы можете поменять на детали от RAV4, то есть на японские аналоги. Насколько целесообразно с финансовой точки зрения делать подобные замены в настоящее время, большой вопрос. Но тем не менее, даже на оригинальных компонентах ходовая часть Cherry Tiga T11 не отличается какой-то повышенной хлипкостью. По сути дела, до пробега в 50 тысяч километров большинство собственников на этих машинах меняло разве что стойки и втулки стабилизатора, но, возможно, в некоторых случаях еще рулевые тяги. Рулевая рейка в данном случае обычная гидравлическая и в некоторых случаях отмечались моменты ее выхода из строя к пробегам около 80-100 тысяч километров, но достаточно большое количество людей эксплуатировало эти автомобили без каких-либо проблем с рулевым управлением и намного большие пробеги. При осмотре поддержанного экземпляра, помимо проверки рейки на люфт, также обратите внимание на отсутствие протечек по системе гидроусилителя. Подобные вещи периодически на черриках попадаются. Нижние шаровые опоры в рычагах в данном случае выполнены съемными, крепятся на болтах, то есть поменять их вы можете и отдельно. При этом сайлинблоки рычагов, например, повышенной хлипкостью не страдают и, как правило, ходят свыше 120 тысяч километров пробега. Ну а что касается ресурса, например, амортизаторов, если говорить про оригинальные, то в данном случае как повезет. Были эпизоды, когда аморты выхаживали за 100 тысяч километров пробега, но кто-то сталкивался с необходимостью замены этих компонентов и на пробеге в 60 по причине появления стука либо течи. Что касается задней подвески, то в данном случае она у нас условно многорычажная, два больших рычага продольных и два поперечных на сторону. Соответственно, сайлинблоки задней подвески, как правило, на пробегах менее 100-120 тысяч километров владельцев подобных автомобилей не беспокоят. Единственное, на что стоит обратить внимание, так это на то, в каком состоянии находятся задние пружины, особенно если они еще оригинальные. Пружины на черри, те, которые устанавливались с завода, не отличались какой-либо повышенной живучестью и к пробегу под 100 тысяч километров, как правило, уже успевали просесть, из-за чего автомобиль изрядно терял в клиренсе. В некоторых случаях разница могла достигать 1,5-2 сантиметров. Ну и характерная болячка касаемо задней подвески, вернее не подвески, а тормозов касается закисания направляющих задних суппортов. В данном случае при осмотре автомобиля, если, конечно, это будет возможно, советуем обратить внимание на то, как именно изношены задние тормозные колодки. В случае, если износ неравномерный, внутренняя колодка съедена намного больше, чем внешняя, с большой долей вероятности после покупки подобного автомобиля вы столкнетесь как минимум с необходимостью обслужить задний тормозной суппорт. А в некоторых случаях придется поменять и сами изношенные направляшки. Ну а что касается системы полного привода, то стоит иметь в виду один момент. На автомобилях до 2010 года муфта подключения полного привода располагалась на отдельном подвесе вместо подвесного подшипника посредине автомобиля и крепилась к кузову на траверсе цельнометаллической, что приводило к появлению вибраций в определенном диапазоне скоростей движения. Эту проблему пытались решить установкой дополнительных резиновых гасителей колебаний, но большого успеха не достигли и полностью победили уже на машинах с 2010 года, убрав муфту туда, где в большинстве своем она и находится у прочих автомобилей подобного класса, а именно к заднему редуктору. Ну а там, где располагалась муфта, на машинах с 2010 года теперь работает самый обычный подвесной подшипник. Сама же многодисковая муфта подключения задней оси каких-либо проблем в работе не доставляет. Единственное исключение в данном случае может быть связано с попаданием влаги в разъемы управляющей электроники. Ну а теперь в целом выводы по черепи GT11 как по модели. На самом деле, если вы задумались о покупке кроссовера, то есть автомобили с высоким клиренсом и кузовом универсал, но при этом ваш бюджет очень сильно ограничен, может быть имеет смысл присмотреться и к подобному автомобилю. При осмотре самое большое внимание уделяйте кузову, а именно отсутствию следов масштабной коррозии. Крайне желательно, чтобы первый владелец этого автомобиля успел нанести на кузов антикоррозийную защиту до того, как процессы окисления металла вошли в полную силу. Если же с кузовом все в порядке, то по большому счету, в плане надежности агрегатов или компонентов подвески этот автомобиль вас не разочарует. Конструкция предельно простая и по большому счету ломаться здесь не особо есть чему. Ну а для тех, кто смотрит подобную машину на вторичном рынке, плюсом будет еще и тот факт, что эти автомобили, не будучи новыми, не тем более будучи поддержанными, абсолютно не интересуют криминальный мир. То есть за риск угона этого автомобиля по большому счету можно особо не переживать. На сегодня это все. Если наш сегодняшний ролик оказался вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть в наших обзорах в будущем. Ну а мы, в свою очередь, постараемся их для вас добыть и отснять. Кроме того, если у вас был или до сих пор есть черри Тига в кузове Т-11, вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров и вам есть чем нас дополнить, в чем нас поправить, указывайте все это в комментариях, ведь людям, выбирающим подобный автомобиль, именно ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Спасибо за просмотр и хорошего дня. До новых встреч на канале. Пока.